даже не мог саня саня привет по традиции начинаем видос у тебя классная я приехал на велике я теперь за здоровый образ жизни я хочу быть таким же худым и не хочу весить 105 килограммов а у меня куча рока я забыл друзья всем привет а солнечный цвет в смысле фонарик значит прошлая серия закончилась на чем на моих на моих дискуссиях по поводу того что делать дальше а делать собственно вот что работать друзья и в этой серии мы возможно что-то купим обязательно что-то отремонтируем так rolls-royce у нас теперь не скоро но мы посмотрим фотографии которые получились во время фотосессии которые были прошлой серии и возможно что во время этой серии мы заберем патриот посмотрим собственно что дима с ним сделал возможно саня до ковыряет калину и возможно что паша до ковыряет калину и гранту в общем все это будет в этой серии ну а я дай мне водичку вот там еще тут только из-под карта для меня уже так воды я нахлебался пришел в себя а то у меня это самое похоже сердечный приступ скоро будет саня поставил пластиковые крылья вот что я упустил и из виду саня поставил пластиковые крылья чуть-чуть нужно вот поработать с кромкой капота и в целом по моему все цель ну еще вот чуть-чуть покрыли можно чуть замазюкать ой не покрыли вот две дверцы капот же ой бампер же задний у нас тоже новый да вот это будет кайфовая тачка 1 4 16 клапанная с кондиционером с bs поедет в такси может быть даже как раз я на ней по таксу если у меня будет время и силы чего честно говоря по моему у меня не будет вообще ближайшее время ну значит сдастся и кто-то будет на ней ездить так нужно три комплекта чехлов купить я совсем забыл так мы сейчас попробуем представить передний бампер да это красота у нас будет вообще просто просто как новая класс класс мне очень нравится это . вот автоваз запчасти цвет находка это просто отлично да запчасти цвет это бомба поэтому друзья калины гранты это вообще прям не так кроме них никто-то без вариантов там что-то делать не знаю на уазе по моему тоже есть средний крылья цвет бамперов цвет но это же все это же это же это же не автоваз это же просто локальные производства делаю предприимчивые предприимчивые да люди и мы очень рады что наш народ такой предприимчивые что все это придумывает делает да на самом деле ну посмотрите ну блин что заводу то сразу не делать пластиковые крылья но это же вообще основа основ можно сказать так прекрасно какой красивый какой красивый такой как леденечек с обставочкам все покрашено ну вообще космос сколько 3 700 до 3 700 давай стоит и он такой тяжеленький то есть это никакой тоненький пластик он прям ходили насколько он хрупкий по зиме но я думаю мы это проверим ну не мы да друзья напоминаю что вдруг кто хочет таксовать еще что-то пишите звоните пишите здесь в комментариях потом спишемся с вами где-нибудь в vk и приедете и соответственно если у вас будет если у вас будет желание взять одну из этих машин пожалуйста машины возьмите у нас такси давай ставить давай певец я просто начну только тебе что липче ты а ты видос посмотрел да так если у вас нет рыбчины значит у вас вкуса нет я думаю его и не такое ждет сушим у нас прям это морда прям практически в сборе еще и фарки обновились ой песнями машину вообще без тня я видел что 3 по фаре ну с зазорами в нашем автопроме всегда было чуть проблемнее чем с тойотами кстати видел как владелец стоит активизировались после прошлого конечно я наехал на святое я наехал на камри знаешь как в чем дело я просто некоторыми разговариваю и когда у них эта машина есть но неважно какая то есть любая марка которая есть у людей и да они говорят класс машин как только человеку ее продал говорит слушай но вообще машина были в нее там минусы но это в лучшем случае а бывает что и говорит слушай ну прям не очень хочется еще раз то есть ну пока эта машина есть конечно же ну ты не будешь ехать да мне многие говорят про мою машину что-то отстой но слушай я-то знаю что это за машина у нее есть проблем были точнее проблем вот кстати это к вопросу что все считают что лендровер это просто ведро с болтами ну вот саня ездит сколько ты на ней ездишь уже 10 лет но в этом году были 10 10 лет и 10 лет саня ездит на важная какая важна модель важно важен год то есть если камри была допустим я не знаю про них ничего если честно не не мониторил но если допустим одна из камри была удачная а потом допустим следующие неудачная ну что значит товарищ один написал что вот мол у меня друг купил новую проездил 4 года и все классно но я же не это же прекрасно да я же не имел ввиду то что вы покупаете новую ездите там три четыре пять лет и действительно у вас там ничего не сломал что-то у вас там должно сломаться я говорил про другое про то что во первых на вторичке ценник завышен просто можно прокатиться посмотреть что сейчас стоит там три миллиона и что это будет за камри бэушная за три миллиона это первый момент и второй момент я имел ввиду что люди которые покупают тойоты бэушные двадцатилетние тридцатилетние они точно так же считают что эти машины не ломаются но у всего есть ресурс и в общем давайте мы не будем спорить об ломается абсолютно все абсолютно любая машина что-то больше что-то меньше вот и все процентном соотношении тойоты ломаются чуть чуть меньше если посмотреть статистику и я не сравнивал с porsche 911 впрямую как бы просто если посмотреть статистику то вот лидирующие позиции по надежности в том числе и бэушные машины там он пятилетний семилетний вот занимают как раз porsche 911 тойоты это еще марки какие-то еще бренды то есть там тоже есть он тоже присутствует я просто уже не помню понимаешь как там можно смотреть на модель то есть это не так что все porsche или все тойоты надежные то есть есть модель есть год там написано конкретно что вот модель производившиеся вот с этого по этот по этот период причем это даже может быть модель одна и та же да то есть и она вот допустим в этих годах удачная потом начала начался период когда ну там и отзывные компании и то есть но опять же это же норма то есть люди же все меняются то есть это выпустили какой-то новый двигатель да а он оказался ну не очень надежным а это не так что они специально это сделали просто система оказалась ну вот такой это выяснилось все при сервисной практике за это обычное дело а но это не значит что toyota там или какая другая машина все остальные машины редко стали плохими ну к слову сказать одна машина европе например е-класс mercedes традиционно дизельный в такси они наматывают и полмиллиона километров и миллион километров но опять да это именно до дизельная версия самая простая там с надежнейшим мотором то то же самое то есть если мы возьмем у camry то есть если помнишь я делал обзор на сороковку там тоже полным полно своих проблем а уж про то что есть проблемы с гниением и с коррозией ну это просто вот притчево языцах хотя на самом деле мы все прекрасно знаем что начиная с 2000 там середины двухтысячных влаги гниют тоже очень даже они знаешь как гниют то есть вообще машина цинкованная если то она гниет весьма специфически то есть у них у вагов например это окислы как и собственно и вот на опеле то есть окисляется пороги слезает краска и в общем то она выглядит просто внешне некрасиво нет там сквозной коррозии какой-то гнили там есть на вот на той же c6 например там есть но возможно возможно то опять же это неудачная конструкция просто никто не знал что будет вот в этом углу да пока это не начало происходить не так что кто-то там намеренно все я просто не знать что все audi гниют если у одной конкретной модели была неудачная конструкция допустим этих арок понимаешь то есть это не значит что все бмв гниют тоже у них там есть допустим тоже слабые места тоже задние арки да но это не значит что опять же мы изучили это мы это знаем но опять если бы ты знал заранее да что это вот такой у бмв есть допустим там или у какой-то другой модели какая-то проблема и ты бы уже предпринял меры чтобы как-то ну туда залезть у дроверов тоже полно проблем с гниением у них вот под задним локером там постоянно влажно там где важно соответственно постоянно ржавчина и вот если снять локер практически у любого фрилендера начиная там которому больше трех лет а им всем уже больше трех лет но они не производят у них собственно все вот эти арки они в ржавчине то есть это не так что там сквозная коррозия но они такие все рыжие ну что ж теперь с этим это надо каждый год открывает смотреть мыть но кто это будет делать кому это надо поэтому слушай ну чё тут как-то и как-то я заехал в сервис и машины ребятам которые обслуживали toyota и они сами ездили на toyota при этом но при этом они дико на них ругались и ругались на владельцев toyota которые абсолютно ну реально до последнего просто ездят как правило вот это все вот кстати эта проблема я что что когда ничего проблема у вас длиннешь до машины и если этот имидж вот такое что это супер надежная барсик и барсик не беременны это мальчик просто много кушает и люди считают что можно ну как-то пропускать какие-то моменты если дни следить не не очень внимательно относиться и соответственно это может просто боком потом да если следить за автомобилем то и бмв проходит достаточно долго саныч мне шлет фотки бмв да просто саня фанат е34 он хочет себе купить е34 всю свою жизнь и у меня на парковке стоит е34 и каждый практический день он поднимает капот доливает туда жидкости что-то там смотрит откуда видимо льется или не льется я вот каждый раз когда я это вижу я делаю фотографию и присылаю сани я с утра открываю да и там у меня фото доброе утро владельцы всегда хочешь е34 я тебе там запрещенную сеть прислал видос ты наверно не заходишь что не смотришь там короче без суть видос в том что человеку в каске дают лопаты по башке он идет покупать бмв это же думка поржаюсь на тебя капот упал калиновский мне кажется надо с юмором к этому относиться и как бы ну это речь о том что не встал похохотали ебаненьки тип того то есть ну чё так зарубаться сильно но кому-то нравится тойота кому-то не никто не зарубает как бы чё переживать ну все машины когда-нибудь сломаются абсолютно вопрос только когда и у кого понимаешь да потому что один давит педаль в пол у него просто нет другого положения то есть педали газа в пол педаль тормоза в пол соответственно ну нагрузка вот все то на пример а если человек есть плавно аккуратно смотрит где там что прислушивается к шумам понимаешь как некоторые ненормально в общем друзья все машины одинаково прекрасно и одинаково плохие одновременно до тойота это особенная машина мы ее безумно любим и поэтому мы про нее больше ничего говорить не будет ну мы уж так понаговорили м 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 снова на велике приехал на олимпик чуть по подтягиваться чуть по отжиматься на велике опять же прокатился класс когда лето друзья нужно больше времени посвящать именно вот этому всему работа деньги я думаю что это никуда не денется это такое маленькое велическое отступление и что касается денег сейчас лето сейчас не самый скажем так сезон для продажи автомобилей то есть перекупство как таковое наверное сейчас будет так немножечко на паузе я попробую снимать видео про подбор для вас может быть кому-то что-то даже подберу плюс к этому я сейчас буду искать еще машины в такси чтобы сентябрю было хотя бы 10 хотя бы 10 машин которые уже бы наверное был там сентябрю они бы все бы издались бы все видите сбы как бы как бы сбы объявление по аренде rolls-royce я сегодня выложил это здорово фотки получились конечно класс конечно классные сейчас я думаю вы их видите на экране это прекрасные фотографии антон конечно мастер своего дела автомобиль смотрится монументально в окружении двух красивых девушек светы и марии конечно они тоже согласитесь выглядят прекрасно презентабельно конечно замок таркас где мы все это фотографировали очень захотелось сразу на экскурсию к ним попасть потому что там дегустация но наверно пока на это не будет времени а извините я в очках забыл совсем и принципе если будет время если будет время я попробую еще сам в такси покатаюсь с как будут готовые автомобили и еще момент я анонсировал поездку другой город за машиной но пока что ближайшую неделю точно нет может быть чуть попозже потому что ну есть дела которые нужно сделать сделать здесь воронеже ну и опять сейчас посмотрим что с машинами вот а так вообще задумал я ехать в питер но получится не получится опять же будем посмотреть но все я совсем остался без машины я взял вроде москвич поехал снимать подбор и практически сразу у меня зашумела все за скрижетала все короче сломалась очень теперь у меня передачи переключаются только с перегазовкой сейчас покажу как в общем я решил его не пытать а сразу же отвезти сани чтобы мы заменили там но вилку скорее всего вот смотрите а сейчас а ну вот на этой скорости включилась 2 то есть чуть побыстрее это на уже нужно играть педалью газа и тогда скорость включится вот ну в общем принципе это единственный был так сказать недостаток у москвича я думаю что мы его сейчас устраним то что давным давно уже сцепление просилась на покой она там визжала скрижетала в общем все было не не очень здраво на нем вот я думаю мы сейчас этот момент победим и как бы все москвич будет на полном нормальном абсолютно ходу единственная сзади лысая резина и честно говоря на ней немножечко страшновато ездить и надо просто какую-то неплохую бы ушечку подыскать я вроде искал искал учет пока ничего здравого не нашел ну в любом случае сейчас оставлю москвича не а там как бы будет будем посмотреть что там с ним дальше такие пироги друзья жуть что творится на самом деле испортилась адски погода в городе воронеже несколько дней кстати не снимал видео на то есть объективные причины я снимал немножечко другое я наконец-то начал снимать подбор подбор автомобилей до 100 тысяч рублей но это вы увидите в отдельном видео не в перекупе ты перекупом сейчас счет это назвать сложно ничего не покупается ничего не продается стресс друзья а я сейчас приехал к диме который занимается сейчас патриком по три ушей сейчас мы будем узнавать что же там нужно менять сколько плюс-минус это будет стоить и соответственно что по срокам ну что пойдем ну чё там раздатка не показывает еще видел раздатка мокрая будет тогда смотрел тебя ух ты нифига себе а я думаю чё гремит впереди много да собственно так амортизаторы а шкоры не тоже болтаются все ну соответственно с этой стороны тоже самое если подходить как бы к вопросу на подходить комплексом сразу один раз сделать чтобы ты забыл об этом ну так и будем собственно все дальше вскрытие а так а здесь у нас сзади нормально ну что-то а подожди у нас же этот сосудов да блин я не пойму что-нибудь под спустили что вроде нормально остается что-то делать может мне кажется так а сзади у нас этот ручник надо было тоже он держит я еле-еле на последнем щелчке прекрасно прекрасный держит четко слушай чем мы будем делать с креплением бака там у тебя и так уже все найдешься на пророчке да и да зачем мы делаем и чем мы его грязь пока не сделаешь порой а а здесь ничего особо не делаешь могу тебе приварить чего-нибудь вот сюда вот к этому порогу железному он вроде как сзади спереди крепится порог она может быть он еще ничего слушай подожди а вот этот порог он же тоже смотри вот здесь кузову это же это гнилые места боли то есть я и его могу потерять ну навряд ли потому что он здесь же еще не такие гнилые места вроде как ну вот как-то это же держится так ну а так в общих чертах что скажешь да я не знаю плюс минус все одинаково каких общих чертах за 300 все нормально а ну и все тогда я это и хотел услышать 450 конечно хлам смотря на рынок что такое 300 дачу за 300 их и нету сейчас ничего да так ну ладно и так ну соответственно за кадром еще там посмотрели у вас подумали как чего что к чему посчитали плюс-минус запчасти то есть где-то в районе 20 тысяч рублей запчасти ну он там не 20 у 17 насчитали пока что то есть вскрытие покажет и ну соответственно плюс-минус только же работы значит по опелем опять же за кадром что было то есть горел чек я не помню говорил или нет человек был из-за катализатора катализатор поехал вырезать и отшивать в итоге оказалось что катализатор там весь уже осыпался катализатор по факту нет в общем поставили пламя-гаситель перепрошили и соответственно теперь никакой чек не горит сейчас я еду к сане я закупил аст последний вроде как запчасти на калину темно-синюю то есть это что тут у нас тонировка тоже там оторвана мухобойка на капот под номерные планки и всякие там еще пластиковые штучки соответственно все это он доделает и калину можно будет забирать меж тем уже практически готова у паши гранта я не знаю вот тоже бывает получается папа покрасил два крыла не включились и вот теперь он будет перекрашивать заново но опять же что поделать как-то вот на этой неделе медленно идут дела особо снимать ничего ничего не покупается ничего не продается только вот какие-то технические технические моменты не могу никак начать бездорожье потому что нет вазы не могу отснять вам больше материала потому что по факту ничего сейчас снимать и а и чехлы же еще везут сани калину саня саня я привез тебе за запчастюхи давай погоди ну погоди отвлекись у нас на секушку значит смотри ты просил мухобойку вот она кайфота кайфота да а ты уже зачистил они даже но у ничего не чистилась понял тебя ты чего магазине даже не понял тебя слушать а калину то почти собрано то и так то если не почти она собрана она собрана класс значит тонировочная пленка ты просил вон потому что там у нас отклеен уголок значит смотри вот эти ты попросил закладных но я купил комплект закладных я думаю на все но пригодится офигеть вот это царско по-царски да главное чтоб там было то что нам нужно на воле уже там все есть так шайбочки ты просил но они без гроверов отлично отлично пойдут пойдут на яйца так это две рамки ну чтобы они одинаковые были логично да вот вижу калины такое устройство задней двери багажника что рамку там доработать переворачивать и чехлы вверху ногами и с вставкой посередине чтобы вообще по-царски был да все будет важно я не могу отвлечься потому что мне нужно удивиться что здесь они есть ну хорошо вот здесь еще за сорт и салон у нас да и вот это тоже я хотел сделать вот на вроде бы придется химчистить салон слушай ну задний бампер по вообще отлично встал да ну в смысле подошел ли он подошел ли он подошел он подошел до один что раз охлопная труба как-то не по центру ну и на отверстие хрен бы как бы с ней бы возможно и так вот что там с москвичом что там смысле чай я знаю что ты ничего не делал но друзья просто хотел сказать что у москвича кончилось сцепление он у сашки и вот он теперь у тебя здесь саня гоночный москвич стоит да не знаю города но как она кончилась кончилось что-то точнее из него что-то течет значит с ним еще сам ничего не кончилось ну понятно не вот он под сцепление заехал он сюда сам без проблем что там с ним москвич москвич прям вот нет его на стоянке я прям скучаю по нему он все-таки вот какой-то ламповый такой знаешь как вот какой-то теплый уютный домашний какой-то вот свой так ну ты не разделяешь мой оптимизм просто ну я не буду ничего да все я я я все понял ладно так это вот чем саня занимается на выходных собирает бутылки ходит по округе нет я пью собираю я их пью слушай блин я забыл здесь же еще этот лобаж менять до этого южно лево господи отказать кончится слушай это калина прямо она что-то вытряхивает вот мы тряхивают но при этом она она вот смотри темно-синяя калина обошлась саня на вот когда она сдалась в аренду она по факту обошлась 410 тысяч то есть вот это пока что пока что где-то 360 зазор еще есть 40 посмотрим что дальше ладно так саня прилетел поделиться тем как он натягивал поплакаться короче задней баме переднем встает легко относительно хотя тоже он там прям ну плотненько но задний прям очень туго с одной стороны ты его одеваешь соответственно я начал с правой стороны отдел а тут вот ну тут кто кто снимал бампер знает кто не снимал ну вот сейчас расскажу тут прям сразу за бампером силовая кузов и кузов этот он ну как объяснить то короче бампер заводится за этот кузов то есть он не просто там прислоняется какие-то как вот на иномарках то есть пластиковые такие то как они называются крепеж этот за который бампер заходит тут нет тут все из металла и вот кстати вот по за этим бампером все что из металла на что он надевается одевается простите она все ржавое я его побрызгал мобилью где-то он здесь вот он ну это как бы конечно ничего не ничего не защитит но может я подумал что хоть чуть-чуть притормозит весь этот процесс там как бы не гниль а именно такая вот поверхностная ржавчина ничего не чисел не обижали вопрос сверху брызнул ну вот и я подвел сюда вот этот бампер к этому кузову а он как бы ну вот еще сантиметр нужно бампер натянуть то есть и вот край бампера внутренний он чуть под углом внутрь я думаю как бы ну тут надо же как-то чем-то упереться а вроде я его тяну а сам это сама эта кромка не заходит на кузов и в общем как-то снизу я потихонечку на как-то краешек надел и начал постепенно то есть но это прям однако прям требовал да и ну благо надену прям плотного садится прям вот очень хорошо то сделано все на совесть да ну ладно марок иномарка ты как ты не потеешь ты просто а здесь тренировка понимаешь смекалка тренировка ты постоянно находишься в движении прислонил прикрутил все пошел тут нет тут нужно было собраться я тебе хотел доверить вкручивание новых болтиков все серьезно ночью что ты знаешь что я безрукий господи мне видит но я думаю что я думаю что люди все ждут когда же саныч возьмет в руки инструмент мне кажется не безрукий санчи ты просто не хочешь давай смотри как я сейчас легко получится там смазочка нанеси на графитовая это не сказочка это только смазочка без этого ты не можешь да вот это что-то я вообще не пойму где тут я собственно что приехал-то на опеле супруга в траве где-то нашла огромный-огромный булыжник высотой вот досюда соответственно у нас здесь и крепление бампера пострадала и вот это все по выдралась и вот это все по выдралась но там ситуация была такая нужно было разъехаться с машины она свернула в траву и соответственно выдрала хреном собачьим вот этот вот правый локер то есть они его уже почти поставил так более того друзья чтобы вам все это было более наглядно и убедительно я вам сейчас кое-что покажу там настолько все отвратительно и плохо что даже пострадал лонжерон где он тут вон а то есть просто не но он них не погнулся до сани это или погнулся подожди ну трудно сказать мне кажется чуть-чуть все таки он он еще вот здесь вот обратили вот первый принял удар на себя вот здесь тут вот мне кажется он немножко погнулся а вот здесь вот создалось защитное покрытие вот это которая на кузове плюс еще к тому увидели что подтекает видимо сами к рейке да вот и плюс еще третье мы не могли снять колесо потому что я заезжал править диск и мне его видимо так поправили что центральное отверстие стало овально в общем что-то пошло не так в общем к да поэтому опилюшим к сожалению сожалению но другой стороны мы зато саня заметили что течет пыльник рулевой рейки ай ты мне надо куда ехал тварь ай как больно в общем сплошная боль да сплошная боль это вот это вот это россия детка хотя я ну камень в траве можно найти на самом деле абсолютно везде да поэтому опель будет продан куплен 2 патриот и за эти же деньги да и жизнь заиграет новыми красками до веселим тракториста веселим тракториста в общем вот такие друзья дела а сейчас мы поедем сейчас меня заберет юра мы поедем юре у перекупа видите забирать машину увидим юру увидим витю и новую машину юры так держишь я пока привет барыга дороге мы с юрцом уже осматриваем машину между прочим вроде бы как даже не гнилую врешь небось не с базар ответишь отвечу это хорошо вот такая соточка мы как любители соточек смотрели уже что не битая в морду что кстати удивительно я не битая в морду глухой пень хорошая давай чё тоже не держит стой падает по спине огрела смотри там даже наклейки какие-то смотри на это шторка тут единственный плюс наоборот у меня пол высокий ну вот в крокодиле стояла это штор нет штор я у меня пол был как раз с этим с баком он и здесь тоже бак вон он но только здесь вот высокая до шторка как на черный как на нам как на черный сотки не 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 эти все гнилые в труху а вот класс подполье до чё там цело и вред все тут целое вообще не колхоз мы не про колхоз тебе чё надо вот что сказать три копейки свои ставить здесь два замка на багажнике ты чё ну что ты как как не как не этот как не не специалист а чё завладить о это от 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 пистонилась опа да ну тогда поставь на место м8 на полтора это дьявольские гайки вот потом дверь откроешь она есть ключ на 3 надо она вон просто ходит вперед-назад надо заводить ехать да и все чё смотреть она мне не будет сейчас глохнуть мне мне и перевозить давай верят держу так как мы могли без него уехать чё надо ключей нет опять оторвалась ну и чё ты говорил что стартами глядь все завелось офигеть но как дымит теперь шляп для этого доехать лавша банан сейчас может прогреться получше будет или похоже бензин а я не знаю там бензин есть смысле в глаза смотри я тебе не верю есть бензин да ты перекуп какой честно ладно о чем так плохо работает а как я поеду на ней она сейчас прогреется все будет хорошо она холодная а вы правда а вы правда на ней 20 лет ездили а правда она не крашеная а правда она вот из-под дедушки а дедушка ваш а когда она уже хорошо начнет работать сейчас а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Снова в Липецке Снова приехал в автосалон за тачкой Тачка интересная, прикольная Ну, это обычная Гранта, но она чем-то интересна И чем-то мне понравилась И она будет, мне кажется, интересна в плане контента Ну, в общем, сначала нужно посмотреть, что за тачка Забрать, если она нормальная И, соответственно, потом мы ее с вами подробненько посмотрим Боже ты мой, наконец-то покупка Хотя бы что-то, хотя бы Гранта Параллельно ищу в других городах машины Пока ничего не нашел Но я думаю, что скоро найду И мы обязательно поедем Фу, скучновато, подождю Вот она красотулина И самое главное Автоматическая трансмиссия И, конечно же, кондиционер Значит, здесь потом покажу Не работает спинка Не меняется угол спинки водительского сидения То есть я сижу вообще полулежа Сейчас максимально близко подвинулся Чтобы хоть как-то ногам более-менее было И сейчас попозже остановлюсь И, соответственно, покажу вам более подробно Что, собственно, я купил всего лишь за 376 тысяч рублей Вот здесь можно было остановиться Я проехал, значит, остановлюсь позже Но что поделать Вот Очень прям радостная машинка Один владелец Один владелец Внимание Не билось Вроде бы как не красилось Но это мы сейчас тоже проверим Точнее, как Я-то знаю, но вам сейчас покажу И у меня дилемма То есть пустите ее в такси Или же на перепродажу Вот буду думать сейчас Не успел я вам показать Лакдул Гранту Которую купил в Липецке Боравто Кстати, спасибо еще раз ребятам Прямо отличную тачку подогнали Значит, позвонил Дима Который занимается моим УАЗом И сказал, что шрусом хана Нужно привезти деньги на новые Я приехал Где моя крошка? Вот она там! Класс! Ну, какие тут мощные патрики стоят Это, кстати, мечта Палыча Потому что здесь 16-клапанный мотор и автомат А Палыч именно такую машину и хотел Правда, Палыч? Ты хотел, я купил Обойма внутренняя подшипника Так Ой Она вот, она осталась на шкорне Нифига себе То есть, вот когда ты это достаешь То есть, это должно вот так вот быть стоять Это был подшипник Да, вот кусочек еще отвалится И здесь ролики должны быть Ага А достается это вот так вот все Класс! А ролики вон там насыпаны где-то на дне Если увидишь Вот их там немного толсты Поэтому все и гремит Все и как бы все раздолбанно и разберется А обойма вот так выглядит Этот подшипник То есть, от меня ее вкололует Она была вот такая Ага Класс! Окей, класс! Зато все будет свежее Все будет маленько, хорошо, да И Хоть куда? Ну, куда На приемку в торчермет У тебя всегда за рука откроется Спасибо, Дим! Так И А, суппорт перебрать еще И получается гранаты у нас Да, давай, шутка Ага Ух ты, какой шрумс! Вот это сила! Мощь! Да, да, да Мощь, собственно, смотрите Класс! Ну, не вывалился и уже хорошо А он это, он клинит уже Если ты вот так вот крутишь, чтобы подклинили Он нахрустел То есть, я включаю полный привод Он все, он хрустел уже Это левый получается? Да Да, но это пока он хрустит А через неделю он заклинил его просто И все Ну, логично Ну, я развалился Ну, я, 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 в принципе, подозревал, что С той стороны еще ничего, в принципе Ага Ну, поживет сколько-то А этот, нет, этот совсем все Ну, мы же сразу два поменяем Зачем? Нет? Один? Ну, я, как бы, не против Я могу и два поменять Ну, это сколько по денежам? Это по 6 тысяч рублей 12 тысяч рублей Это с работой? Нет, это шрусы только стоишь А, и только шрусы? Ну, в твоем случае В данный момент работа бесплатная У меня разница Какая, новая ты расставит Или старая Ну, тогда лучше Ну, та, та сторона же не, это, не разобрана Она уже собрана А, она уже собрана Ну, и тогда его не будем трогать Можешь, кстати, залезть вот Сравнить Вот так вот шопка выглядит Ага Но этот еще более-менее прилично выглядит Тот хуже выглядел И залезть, посмотри, как выглядит Так, это лучше снизу? Да, да, да Ну, после мойки, чистки, скажем так Как ты сюда залазишь все время? Не по-моему Вау! Вот это да! Слушай, ну, Люба, дорого просто посмотреть даже Слушай, а здесь же вот эти шкварняж прицелать надо, получается Да Раз в сколько? Ну, масло меняешь Чуть-чуть поддают вас маски на углу Ага А через сколько масло там менять? Масло в моторе я не делал А, в моторе? Ну, каждые 10? Ну, да Каждые 10 Чуть-чуть-то обновил Смахка этого достаточно будет Ну, огонь Ну, и там Ух Слушай, а вот это вот Это именно с раздатки вот И на коробке Масло Это не с коробки? Или это с коробки тоже? Слушай, ну я пока видел только с раздатки, Саша Ага Непонятно Непонятно А с коробки там течет Нету С коробки стечет Ага Ладно Как говорится Будем искать Да у меня стаканчик просто в руке С чаем Вот Алексей приехал Тоже УАЗик свой поломал И тоже К Дмитрию приехал Кто Помнит Алексея Ставит обязательно лайк в комментариях Внедорожный эвакуатор Теперь еще Занимается перевозкой катеров и яхт А еще капитаном на катере? Еще капитаном на катере? Да Ничего себе Ничего себе Большой Какой серьезный аппарат Это вам не сток Тут все серьезно Но вот Я такой не хочу Мне такой не нужен Точнее Под мои задачи Нам нужно лайтовое бездорожье А Леха Он ездит Вытаскивает тех Кто на этом самом Не только на лайтовом бездорожье Застревает В общем Друзья Сейчас чуть попозже Все-таки покажу вам Гранту А вот она кстати стоит И соответственно Поедем дальше А сейчас Мы с вами посмотрим На ОЗООДА В привычной среде обитания Когда он Крутит раздатку Так Следующий день Я катаюсь на Гранте И там что-то снизу гремит Вот сейчас нужно заехать Посмотреть что гремит Сейчас в сервис Константину заеду Поднимем на подъемник И посмотрим Потому что Ну как-то не очень Мне комфортно Когда что-то там Гремит с машиной Мне кажется Что-то открутилось Или что-то плохо закреплено В общем Сейчас будем смотреть А так вообще радостно Очень радостно 8,9 Средний расход Но это правда В основном по трассе Наверное было Не знаю Я не обнулял Автомат радует Вроде все радует Прикольная И вообще Прекрасная машина И наверное Все-таки в такси Ну вот Не хочу я ее продавать Она такая вроде Живенькая Поворачиваем Итак Я по-прежнему Еще не успел Вам ее показать А здесь уже Мы Соответственно Практически Насчитали Ей хренову Кучу денег Ремонта Но не суть Сейчас об этом По порядку Расскажу Значит Когда я ее забирал То есть Я был честно предупрежден Что двигатель здесь Подымливает Дымит Мне это все показали Я все это видел Как бы И соответственно Ну вроде как нормально Даже доехал В общем-то Особо Ничего там Не дымит Ну то есть Дымит Ну там уже знаете На таких оборотах Когда 4000 5000 Там и так далее Вот Естественно Я закладывал Стоимость ремонта 16-ти клапанного мотора И соответственно Сейчас Когда я заехал Константину в сервис То есть Я показал ему Что машина дымит И Он говорит Ну да Здесь как бы Нужно делать Вот Поэтому В ближайшее время Будет материал По ремонту 16-ти клапанного 1.6 Значит Сколько стоит запчасти Сколько стоит работа И соответственно Как чего Это хорошо Ставим лайк Вы же любите ремонты Значит Стучит здесь Рейка Ее тоже починим Ну естественно Мы все приведем В отличное состояние Чтобы машина ездила В такси И как бы Голову не забивала Никому Не себе И не нам Значит Ну давайте Все-таки Чуточку позже Я пройдусь По ее Кузовным косякам Сейчас мне Нужно В одно место Дело в том Что Есть новости Новости Такие Продалась Камри Да И вот у меня здесь Куча бабла Я столько-то и не видел Никогда Сейчас я вам покажу Я тут собираю Между прочим Деньги В общем Вот так выглядит 3 миллиона рублей На самом деле Кстати Не очень Как бы До хрена Не так уж Прям В рюкзачок Поместились Как видите Даже Надо Наверное Фотографию Сделать На заставку Типа Что я Миллионер Вот Ну поскольку Меня просили Продать То есть Соответственно Где-то здесь Немножечко Немножечко Моей моржи Прям Чуть-чуть До пилюшечку Чуть-чуть Соответственно Я заработал Денежки Это прекрасно Потому что Пока что На перепродажу В ближайшее время Наверное Я пока ничего Покупать Продавать Не буду То есть Сейчас объясню Сейчас объясню Почему Дело в том Что Может быть Не сезон Может быть Еще что-то Но Машин Как-то не очень много Хороших Еще меньше И Как-то Очень сложно Сейчас Стало Именно Подыскивать Машины В этом плане Вот То есть Получается Подыскивать Машины Достаточно Сложно И Хороших Прям Все меньше И меньше В общем Я Сейчас Буду делать Ставку На такси На таксичные Машины И соответственно Все это Буду показывать Я не знаю Может быть Имеет смысл Вообще Убрать Слово Перекуп С названия Но Опять же Все к этому Привыкли И вроде бы Как Все равно Я Занимаюсь Тем Что Покупаю Машины И Что С ними Дальше Делаю То есть Может быть Так вот Оно Пусть и Остается Напишите В комментариях Мне интересно Ваше мнение Может быть Правда Я не знаю Там Снимать Подбор Не отдельными Отдельными Сериями А Вот Здесь И соответственно Обозвать Этот проект Вообще Подбор Но опять же Тогда К чему Здесь будут Эти вставки Про такси В общем Я не знаю Я уже Все голову Сломал Как это Лучше Вам Преподносить Но я Очень рад Что вы Все Смотрите И Проявляете Активности Комментируете Сейчас Был в Автосалоне Встретил Своего Старого Товарища Серегу Серега Спросил Где же Бездорожье Говорит Уазик Мой Простаивает Но Как мы знаем Дмитрий Пока Собирает Уаз Делает Из него Конфеточку И В общем В ближайшее время Все появится Фух Ну а я поехал Прощаться С вот такой Огромной Суммы денег В общем Они пойдут На благие дела Вот Чем Действительно Хороши Наши автомобили Это Конечно же Своей Подвеской И Дорожным Просветом То есть Знаете Как Если Начинают Продавать Какую-то Иномарку Ну раньше Так было Во всяком Случае То есть В двухтысячных Народ Который Не избалован Был Иномарками Они Неохотно Покупали Машину Если у нее Не было Так называемого Пакета Для плохих Дорог Чем же Хороши Наши машины Тем что Они изначально Создавались Как будто бы С пакетом Для плохих Дорог Ну конечно же Они создавались Просто с прицелом На вот эти Наши Направления Которые у нас Здесь Периодически Присутствуют И вот я Сейчас Ух ты И вот Это Прямо сейчас Чуть не сползли Жопкой В грязючку Грязючка Здесь прям Знатная Я Честно говоря Не успел Включить камеру Вот что-то подобное Я уже преодолел Причем Так вот Почти ходом Было весело Это Наши машины Они Конечно же Прекрасны Да Здесь конечно Стучит Реечка Вот это Мы починим На следующей неделе Впрочем Как и дымящий мотор Но Подвеска Подвеска Даже если она Немножечко убита Ушатана Там и так далее Она Все равно Поскольку Заточена Под вот это Все То что творится Опять же Не только подвеска Но еще То есть Угол въезда Угол съезда Ну вот посмотрите Вот по какому говну Приходится ехать Чтобы просто Попасть на дачу Вот Да я объезжаю пробки Но Так или иначе То есть Вот 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 Где мы Где мой у вас Вот где мой у вас Я прям Я прям хочу Я прям хочу Его здесь Ну не посадить А просто потестить Попробовать Но раз можно объехать То можно значит И объехать В общем друзья Сейчас на Так сказать Совете директоров То есть с инвестором Общался И Ну в общем Такое решение Немножечко приняли То что Ну действительно С машин Которые Перекупские С них Ну как то все В общем Не очень Не очень стабильно И не очень хорошо А когда Естественно Еще речь идет О том Чтобы все это Делить на два То совсем Вообще Ничего хорошего Поэтому Поэтому Мы сейчас Будем делать Убор на такси Ну а там Глядишь Роллс-Ройс Кого-нибудь Покатает За денежку Так Ну и настал момент Когда мы Берем в руки Толщиномер Корсис Автоподбор И соответственно Выходим на улицу Чтобы Да машину я конечно Не помыл Еще сейчас И похоже Засрал Грязью А не Не сильно Не сильно Абсолютно В общем смотрите Какие косяки Итак Облезает У нас Краска Здесь Рыжик Здесь Рыжик Вот здесь Под краской Крылышки Вот тоже И соответственно Ну как обычно Крышка багажника Задние крылья И вот самая проблемная Это пассажирская дверь Не знаю почему так получилось Но вот как-то так Ну здесь Краска облазит Так Теперь давайте Покажу вам что С толщиной ЛКП Капот 98 102 110 108 104 104 104 Ой не прислонил 113 111 104 110 120 120 107 Знаете как будто бы По нарастающей идет 115 111 Но видно да Вот эта сторона Прям ровненькая Так 96 119 128 130 107 105 105 130 Он пишет Вообще Чермет плюс цинк Ничего себе Так 115 111 116 116 116 112 118 123 Кстати обратите внимание пороги оцинкованные То есть вот прям тычем Ой комар залетел 108 и пишет черный металл плюс цинк Видно видно что цинкуется что не цинкуется Все Тачка кончилась Тачка кончилась Вся целенькая Вся хорошая Просто вообще Слушайте и вот это Вот эта красотулина Имеет одного владельца Один владелец Да это же Я не знаю Просто подарок А не машина Так садимся внутрь Немножко ветрено Один владелец Некрашенная Вот сейчас ее Вот она мне обошлась 380 тысяч С дорогой Да И Переборка мотора Ну я думаю что это где то 70-80 Ну посмотрим по факту сколько будет Еще нужен ремонт рулевой рейки И вот чуть подкрасить ее Я думаю что это где то в районе 100 тысяч 380 плюс 100 это 480 И вот ее смело мне кажется можно выставлять где то 530 540 То есть в принципе в теории это машина на которой можно заработать полтос Один раз Либо сдать ее в такси и заработать много раз по сколько то Поэтому Поэтому калькуляция такая То есть смотрите еще момент Если например бы вот был какой то срочный выкуп Ну может быть это как то все А так я получается ищу машины по объявлениям По аукционам По автосалонам То есть вот это все И там Ну не сладкий вариант Не сладкий вариант Друзья доброго утра Это видимо то чем закончится эта серия Потому что новая начнется с Сани потому что по традиции Давай я буду снимать Начинается сани Так я же не отвлекаюсь потому что у меня автомат И смотрю я вообще на дорогу Так вот на С автоматом Да Так вот Так вот Так вот друзья Суть какая? Снимать тебя снизу Значит мы сейчас подлили маслице сюда Потому что она дымит И потому что она жрет маслице Но во вторник в среду она поедет на капиталочку мотора Я это уже говорил А мы сейчас с Александром Отправляемся снова в Липецк Ну раз там такие классные тачки То почему бы и нет Ну и в общем я решил Блин А не взять ли сразу две? Ха Да Ну и опять же Там ребята делают мне Очень хорошие выгодные условия Поэтому почему бы и нет Почему бы и нет В общем друзья Увидимся в следующей серии Надеюсь произойдет что-то интересное А не так как в начале этой серии Я вам анонсировал кучу всего А в итоге не произошло ни хрена Ну то есть конечно что-то я купил Что-то все-таки продал И это прекрасно Ну давайте резюмировать Продалась Camry Собственно часть денег с Camry Как раз пойдет сейчас на покупку еще двух автомобилей И снова в такси Ну я же говорю Этот проект уже пора переименовывать Ну опять же Напишите в комментариях Пора или нет Приоставить так Вот просто пусть будет перекупка Все равно машины на продажу Я покупать буду В общем всем друзья Хорошего настроения Девушка за рулем ВАЗ-2103 поехала Офигеть Ничего себе Вот это редкость Сань, ну пожелай уже что-нибудь людям Тоже Что пожелать? Доброго утра Я не знаю что Доброго утра Сегодня суббота И соответственно сегодня Но в ночь я сяду делать эту серию Вы ее увидите уже завтра И следующую надеюсь через неделю И что-то я там еще снимаю параллельно Но я уже запутался Там что-то это И что-то снимаю Что-то надеваю Все Что-то материалов этих Очень много В общем В общем Всем Всем лайкосик Ну и нам кто Ну хватит играть в оператора Саня Начинай Выключай Да ядрить твою налево Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok